Субтитры делал DimaTorzok В нашей студии появился Николай Миклуха-Маклая, руководитель Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института Востоковедения Российской Академии Наук, двоюродный праправнук известного и великого этнографа. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, добрый утро. Мы знаем, что появился онлайн-музей Миклуха-Маклая. И зайдя на него, я вчера изучал весь вечер, признаюсь, очень интересно. Так вот, попав на эту страничку, можно буквально в долю секунды попасть и на берег Маклая, и на мыс-одиночество. Наверное, такое путешествие стало возможным только в 21 веке, когда появились компьютеры, интернет. Насколько обширно удалось сделать такую цифровую версию или цифровую копию музея? Ну, вы абсолютно правы. Во-первых, вот эти ограничения нас подтолкнули к тому, что нужно делать что-то более доступное в онлайн-формате. А самый главный, тот интерес, который мы получили от посетителей музеев. Мы до этого экспонировали наши выставки, делали и около 60 выставок мы провели, несколько в государственных музеях, экспонаты. Ну, вы знаете, доставка экспонатов, они имеют высокую историко-культурную ценность, очень дорогостоящего удовольствия. Количество людей, которые это посмотрят, не так много. И здесь пришла идея, чтобы отцифровать это и сделать это в доступной форме, в первую очередь для того, чтобы это был образовательно-просветительский ресурс. Потому что все-таки мы в душе все путешественники, и это всегда позволяло нам быть теми людьми, которые интересовались путешествиями. Миклуха Маклая как раз это путешественник, ученый, исследователь. И вот Папу Новый Гвиней, это интереснейший регион, который можно благодаря музею посмотреть. И интерес не только в экспонатах, потому что сам по себе музей представляет уникальные экспонаты с копиями того, не с копиями, а с возможностью того, чтобы посмотреть, а что же использовалось 150 лет назад. То есть мы собрали в наше время экспонаты, которые и 150 лет назад собрал Миклуха Маклая. Вот это уникальная ситуация. Плюс к этому это описали мы вместе с нашими друзьями-папуасами с берега Маклая, что очень важно, поэтому описание абсолютно точное. То есть они помогали и, возможно, расставляли какие-то точки. И таким образом у нас получается не только географическое путешествие в другую часть света, но и историческое в веках. И плюс, конечно же, в этом музее заключается в том, что помимо экспоната самого, вы можете перейти на другой раздел и увидеть сам фильм, где используются эти экспонаты, где в живой, в реальной жизни мы можем это все использовать, как в том веке, в 19 веке, в 21 веке. Посмотреть экспедиции по следам Миклуха Маклая, насколько актуально его наследие сейчас, насколько это интересно. Книги, которые абсолютно доступны безвозмездно для скачивания. Например, шеститомное собрание сочинений. Книга, которая вот семь книг, это вместе с указателями, которые всегда были уникальным научным трудом, а стояли в разделе путешествия, потому что, открывая ее, ты видел невероятно красивые картинки, интересное путешествие внутри, вот по региону, который никто, кроме Миклуха Маклая, не описывал. Ну вот мы видим, что экспонаты можно увидеть прямо в режиме 3D, да, их можно вот покрутить, повертеть, посмотреть и справа, и снизу, и слева, и сверху, и со всех сторон, чего на самом деле невозможно сделать, например, в обычном музее, да, и прикоснуться к этому экспонату. Ну вот вы сказали, что вы уже получили первые отзывы, от какой аудитории, кто эти люди первые? В первую очередь мы все-таки заинтересованы в том, чтобы это использовалось в дополнительном образовании, на курсах истории, географии. Мы даже привели экспертизу нашего музея в Санкт-Петербурге для того, чтобы понять, насколько действительно это актуально. И действительно музей актуален, в первую очередь, для учащихся школ. Это интересно в области, как я сказал, истории, географии, естествознания. Также это хороший ресурс для подготовки дополнительных рефератов по освоению россиянами Южно-Тихианского региона, Океании. Здесь также можно посмотреть, кстати, говорил, сейчас вот показывается макет, и я забыл, должен два слова вам сказать, что каждая деталь сделана по рисунку Миклуха Маклая. То есть если мы увеличим это все, то мы получим полную ростовую фигуру папуаса, которого нарисовал Миклуха Маклай абсолютно идеально во всех прорисовках. То есть это не просто вот какой-то мазок, как бы папуас мы взяли. Нет, это именно папуастуй, тот первый друг Миклуха Маклая, который здесь описан. И сам по себе макет, он показывает и дает возможность провести экскурсию. С разных сторон мы показываем и смотрим, например, как Миклуха Маклай поджег море. Каким образом он познакомился с папуасами. Да, со спиртом, когда ему отвечали, не поджигайте, только не поджигайте море. И вот эти вот все истории мы очень кратко описали. Текста там не так много. Мы специально сделали для интересующейся аудитории, мы отправляем их в библиотеку. А так можно очень легко полистать. И вы знаете, вот очень просто. Ты берешь, вот у меня сын шестилетний перелистывает, смотрит, ему уже это интересно. Я думаю, что это не только шестилетнему ребенку. Ему интересно, доступно и понятно на этом цифровом языке. Но вот вы уже сказали об экспедициях. Изучая этот музей, я на одной из страничек узнал, что, например, в тексте о последней экспедиции 21 века, там такая фраза надежды о том, что еще не все открыто на берегу Миклуха Маклая. Вот скажите, приоткройте Завису Тайну, что вы еще хотите, готовы или думаете, что там можно открыть? Мы планировали экспедицию, и вот из-за ковида она приостановилась, но абсолютно точно уголок уникален тем, что Миклуха Маклая там оказался 150 лет назад, когда люди не знали, что такое железо. Как люди раньше изучали мир новый, как ученые его описывали. Сначала приходили войска, очень часто после этого приходили миссионеры, потом уже на основе их записи приходили ученые или делали эти исследования. Миклуха Маклая в первую очередь, не вторгаясь в их жизнь, смог ее описать. И вот этот уголок планеты очень уникален тем, что мы можем проследить изменения развития человеческой цивилизации, разумеется, этого уголка планеты, на примере именно исследований, на примере именно берега Маклая. Поэтому, когда мы приедем в следующий раз, мы увидим, например, может быть, отток местного населения в города. И сможем это зафиксировать, посмотреть, что на это влияет. Или же ответить на вопрос, а почему до сих пор попуасы, например, не занимаются каким-то бизнесом в то время, когда это так выгодно, а сохраняют те традиции. Вот это все, это безумно интересно. Мне очень много интересует вопрос, существует ли там до сих пор такое количество языков, что... И языки существуют. В 800, по-моему, в 67. В 800-67 языков, ну, плюс-минус сейчас может меняться, и именно языков. Они не понимают, например, все знают по полному гвинеи четыре языка. А как по-другому? Не выжить, не попросишь, не уедешь никуда, не спросишь, потому что свой, местный, соседи и как-то... На английском, кстати говоря, у них происходит образование, они тоже знают английский язык. Есть что-то, что их объединяет, но все равно они сохраняют, в том числе и филологическую уникальность. В этом плане они большие молодцы. Многие музеи сейчас существуют онлайн, какие-то музеи переходят в онлайн, какие-то только готовятся к цифровизации. Как вам кажется, каким в идеале должен быть такой вот музей, и как привлечь к нему и удержать, самое главное, интерес? Мне кажется, если мы... Мне когда-то хорошо сказали, что потомки должны не только... А потомки не обязательно родственники. Не только чтить память о своих предках, о людях, которые чего-то добились, а и пользоваться плодами их трудов. Вот если мы показываем в музее не только экспонат, а показываем, насколько это может быть актуально, и насколько он был тогда актуален, насколько это в нашей жизни может быть использовано в той или иной степени, или же проводим сравнение, тогда это начинает быть очень интересно. Мы старались именно вот эту линию в нашем музее сохранить. А такой, может быть, немножко схитрецой вопрос. А какой музей основать проще, обычный оффлайн или онлайн? Потому что вы правильно сказали, для оффлайн-музея существует масса правил по хранению экспоната, где он стоит, температурные и прочие-прочие-прочие условия. С другой стороны, кажется, ну онлайн. Ну там какие условия? Все можно покликать, посмотреть, но ведь это огромная работа по цифровизации. Ответ, а где хранятся все экспонаты? Точно так же все экспонаты хранятся для того, чтобы они ни в коем случае не испортились. Пускай они в хранилище хранятся. Онлайн-музей позволяет достать и дать возможность посмотреть те экспонаты, которые, например, мы бы не смогли бы представить в реальном музее. В Эрмитаже мы можем посмотреть около 1%. Там огромное количество коллекций, которые мы еще посмотрим, может быть, через 100 лет. Онлайн-музей дает возможность ознакомиться. А дальше, если мы ознакомились, посмотрели, мы можем уже вникнуть. И специалистам, которым будет интересно, они хотя бы будут знать, что это есть, это уже изучено. И это следует более подробно изучить для тех, кому это интересно. Спасибо большое. Всех приглашаем в онлайн-музей. Музей изучайте. Самое главное, что можно скачать же все, посмотреть. Конечно. Скачивайте, читайте. Там действительно масса интересных фактов и уникальных открытий, которые были сделаны полтора века назад. Николай, мы благодарим вас за яркое время. Спасибо вам большое. Спасибо.